В каждом поселении Щелковского района регулярно проводятся встречи с руководством муниципалитета. На таких собраниях жители могут ожидать, что их вопрос будет не просто услышан, но даст немедленный импульс поиску решения для наболевших проблем. В рамках очередной встречи в центре «Романтик» на вопросы жителей города Щелково отвечали глава Щелковского района Алексей Валов, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и представители муниципального депутатского корпуса. «Те вопросы, которые вы задавали на прежних встречах, они все отражены здесь. Они мы или уже приняли решение, или произвели работу, или находятся в работе. В любом случае, все мы их доведем до положительного результата». Старт диалогу дали специалисты центра «Романтик». Они отметили, что учреждению давно необходим собственный спортивный комплекс для занятий ребят. «Ребята приходят, мы не можем их принять, потому что маленький зад не вмещает. Спасибо. Мы знаем, что на данный момент земельный участок готов к реализации проекта. Я не знаю, сколько времени нам надо будет, чтобы рассмотреть его в окончательном варианте, но уверен, что как-то у меня такая убежденность есть, что в следующем году, скорее всего, мы к концу года на строительстве начнем. «В этом году заканчиваем большую областную программу «50 фоков», которые начали в 2013 году по решению Андреевича Воробьева, и формируем новую. Поэтому тоже присоединяюсь, приложу все усилия для того, чтобы… Конкуренция очень высокая, все хотят, везде хотят, поэтому мы постараемся добиться». Немало вопросов на встрече касались комплексного благоустройства дворов. Соответствующая программа работает в Подмосковье вот уже который год. Жители отмечают положительные перемены, но также ожидают, что их собственный двор преобразится скорейшими темпами. «У нас два дома рядышком, и у нас нет детской площадки. Я как бабушка четырех внуков очень об этом переживаю». В этом году у меня советская дом 3, благоустроенная площадка, и по домовротделу, по литературе, дом 7, 7а, 5а, 5б. Это большой огромный двор, где мы сделали как раз центр протяжения. Там поступили списки, буквально позавчера. Мы все прочитали, да, действительно, на 19-й год фрорирование, в литературе, 4-й год. Вы даете здесь слово, что в 19-м году этот двор будет благоустроен, детская площадка будет построена? Конечно, без слову, валют. Депутат сказал, депутат сделал. На контроль возьмем при формировании, когда будет совет депутатов, что обязательно этот адрес включим. В этом году в программу комплексного благоустройства вошло порядка 50 дворовых территорий Щелковского района. На встречу было отмечено, что в дальнейшем темпы работ снижать не планируется. Все программы, которые запущены 5 лет назад по комфортной городской среде, они идут. И жители это видят. Сегодня многие из них где-то наполовину выполнены, где-то треть, где-то чуть больше. И самое главное, мы даем сигнал жителям, что все эти программы будут продолжены до их окончательного завершения. Вопросы конкретные. То есть двор остался один на улице, два двора благоустроили, он один остался. Конечно, обидно жителям, но в планах все дома, все дворы, они есть. Затронули на встрече и традиционные вопросы ЖКХ. Жительница дома номер 30-1 по Первому советскому переулку обратилась с просьбой провести капремонт инженерных коммуникаций в здании. Все надо внутренние трубы, все это поменять. Канализация ежеквартальная протекает. Включить инженерку и ремонт мест общего пользования, дефектовку на этот дом. Также на встрече обсудили проблемы дорожной безопасности, расселение старого жилфонда и привлечение новых кадров в медучреждения района.